Мясо поделили и уже расфасовали по пакетам. Осталось доставить саха по адресатам. В первой списке семья Азиевых гостей встречает хозяйка дома. У Любови на иждивении большая семья – четыре внука. Всего в черменский список получателей попало 40 малоимущих семей, а также дети, оставшиеся без попечительства родителей, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них Мурат Ангиев. Он болеет сахарным диабетом, ослеп на один глаз, но полон сил и оптимизма. Обеспечивает двух дочерей и сына. Здесь списки получателей составили сами имамы села. Они и развозили с садаха по адресно. На каждый населенный пункт пригородного района было выделено по бычку. В Корцах к развозу саха приступили ближе к обеду. Делегация с благотворительной миссией направляется к дому Эси Толбаковой. Гдова растит двух детей. В Корца охватили 40 домов. Сах привезли и в семью Хусейна Мурзабекова. Он живет с сыном-инвалидом и супругой, у которой тоже проблемы со здоровьем. Собственного жилья нет, снимает маленький домик на свою пенсию. Для них важна любая помощь. География мягко сах расширяется. Машины направились в Куртат. Местные имамы в список внесли маку Аздоеву. В дачном сах получила циэш Яндиева. Женщине 80 лет. Семью выслали в Казахстан. В ссылке потеряла своего отца. Делится, что сама чудом пережила трагическое событие того времени. Всего на пригородный район было отправлено 7 голов крупнорогатого скота. Семью выслали в Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует...